А вот украинский министр внутренних дел, несмотря на громкую огласку дела о рюкзачной коррупции и спустя два года после скандала, остается на своем посту. Напомню, рюкзаки для фронта закупались по завышенной цене 3000 гривен за штуку. В сети разместили видео, где человек, поразительно похожий на сына Авакова Александра, договаривается с бывшим замминистра внутренних дел Сергеем Чеботарем о госзакупках вещмешков. Кто же наварил на рюкзаках для бойцов АТО, выясняет НАБУ, но там на вопросы журналистов, когда же дело передадут в суд, ссылаются на тайну следствия. Министра внутренних дел скандалы не смущают, он привычно называет все обвинения черным пиаром.